Что такое безопасный дом? Это технологические решения, которые обеспечивают комфорт и защиту. Современная безопасность подразумевает еще экологичность и энергоэффективность. Корпорация Технониколь изменяет представление о строительных материалах. Наши материалы противостоят любым капризам природы. Мы функционально используем даже плоскую кровлю. Наши решения становятся популярными не только в коммерческой недвижимости, но и в частном домостроении. Ключевое преимущество компании Технониколь в том, что мы в одних руках сосредоточили производство всех компонентов кровельных систем. И изначально философия компании построена на том, чтобы дать готовые решения нашему клиенту. Мы отправляемся в Рязань на заводы Лоджик Руф и Лоджик Пир. Именно здесь, в России, делают прочные и долговечные кровельные материалы. Решения с применением этих материалов позволят обеспечить защиту вашего дома десятки лет. В чем секрет этих производств? Отправимся сначала на завод Лоджик Руф. Сочетание ПВХ-мембраны Лоджик Руф и утеплителя Лоджик Пир дает пожаробезопасную, надежную и стойку к нагрузкам кровельную систему. У меня в руках пример такой системы. Наш завод производит ПВХ-мембрану Лоджик Руф. И сейчас мы посмотрим, как она делается. Все компоненты полимерной мембраны Лоджик Руф хранятся отдельно. Оператор выбирает рецепт их смешивания. Но весь процесс при этом происходит в автоматическом режиме. Программа строго соблюдает пропорции компонентов, благодаря высокоточной дозации, применяемой на производстве. С такой же щепетильностью организованы выпуск утеплителя Лоджик Пир. В его составе жидкая смесь из 16 компонентов. Сочетая их по-разному, можно создать уникальный продукт. За 13 лет работы подразделением полимерной мембраны ИПИР корпорации Технониколь разработано множество рецептов, чтобы отвечать любым запросам заказчиков. Это возможно благодаря и нашему научно-техническому центру, который занимается разработками рецептуры, готов разработать уникальный продукт под желание конкретного заказчика. Поэтому на сегодняшний день мы удовлетворяем потребности всех наших клиентов, будь то требования к техническим характеристикам, либо к каким-то внешним характеристикам, связанным с желанием выделить свое здание. То есть это какой-то индивидуальный цвет гидроизоляции, логотип и тому подобный запрос. Пока на заводе Logic Roof готовится смесь для будущей полимерной мембраны, в производственную линию заправляется армирующая сетка. Именно на нее будет наноситься расплавленный ПВХ-порошок – драйбленд. Протягивается сетка, запускается линия, а и запускается экструдера. Экструдера строго на автоматизированном режиме терморегуляции плавят драйбленд, и получается горячий поток пластифицированной массы. Выдерживать температуру очень важно, поскольку ПВХ не любит перегрева и сильного трения. Но технологии Технониколь позволяют избежать повреждения мембраны на производстве. К примеру, оба экструдера на заводе Logic Roof имеют контрвращение. Таким образом повышается равномерность распределения частиц полимерной матрицы. Расплавленный полимер накладывается на основу будущей мембраны через специальную формующую фильеру. Ее задача – выдерживать установленную толщину полотна и заставить вязкую субстанцию заполнить все ячейки армированной сетки. Таким образом армированный скелет оказывается запаян между двумя и более слоями. Это хорошо видно под микроскопом. Благодаря такой спайке достигаются основные характеристики мембраны Logic Roof – ее прочность и гибкость. За толщиной полученных слоев следят два специальных изотопных толщиномера, данные из которых в процессе производства поступают на монитор оператора. Менее технологичные предприятия измеряют толщину своего готового материала, когда уже ничего исправить нельзя. На ПВХ-мембранах стоят оптические камеры, которые считывают каждый миллиметр поверхности, обеспечивая уверенность в том, что до потребителя не дойдут те дефекты, которые даже возникли в процессе производства. Готовая мембрана охлаждается, обрезается в нужную ширину, маркируется и наматывается в большие рулоны. Их называют бигроллы. Здесь же с партии берется образец и отправляется на исследование в лабораторию. А бигроллы снимаются с производственной линии и перемещаются на установку перемотки и упаковки. Но заказчику мембрана чаще всего поступает в комплекте с утеплителем. Только системные решения Технониколь позволяют добиться на кровле эффекта синергии. Появление инновационного утеплителя из жесткого полиуретана Logic Peer связано как раз было с тем, что существующий пул утеплителей, которые производились в нашей компании и другими компаниями, он не мог в полной мере раскрыть преимущество полимерных мембран на кровле. И благодаря появлению в системе этого утеплителя, межремонтные сроки в первом приближении в 4 раза практически увеличиваются, что позволяет более длительно эксплуатировать кровлю без ремонта. Перемещаемся на соседний завод Logic Peer, чтобы посмотреть, как делают этот особый утеплитель. Производство полностью автоматизировано, что практически исключает ошибки на линии. Все компоненты утеплителя смешивают под давлением в 160 бар. Таким образом гарантируются все заявленные свойства материала в любой его точке. Из огромного миксера смесь через клапаны выливают на фольгированную обкладку. Она становится контуром утеплителя и защищает его от пара и влаги. Полиуретановый микс пенится и растет между обкладками. Посмотреть на этот процесс возможно только в лаборатории. В этом стакане смесь ведет себя так же, как и внутри конвейера. Он растет абсолютно подконтрольно, в зависимости от подобранной рецептуры, где учитывается время реакции, с которой происходит рост пены. Как только пена начинает расти, перед входом в ламинатор она накрывается верхней обкладкой, для того, чтобы сформировать плиту определенной толщины. Именно в ламинаторе при температуре в 70 градусов пена превращается в твердую плиту. При такой температуре происходит запекание миллионов микроячеек с инертным газом. И достигается уникальная теплопроводность продукции «Технониколь». И именно это свойство, малый размер ячеек и длительность сохранения этого газа в ячейках, а также количество закрытых ячеек, определяет, насколько долго теплопроводность нашего материала будет оставаться именно такой, которая была в первоначальный момент. После выхода из двухленточного транспортера продукция режется на так называемые «мазерборды» – плиты длиной до 6 метров. От одной из плит отрезают образцы и отправляют на испытания. Сотрудники лаборатории должны подтвердить заявленные характеристики утеплителя и гарантировать надежность всей партии. Снимается плита, из плиты вырезается несколько образцов, равномерно распределенные по ширине, соответственно, это левая, центральная и правая часть. Размер образца 100 на 100 миллиметров и соответствует толщине изготавливаемой продукты. В первую очередь в лаборатории проверяют прочность утеплителя. Образец помещают в испытательную динамометрическую машину, работающую на сжатие. Она должна сдавить утеплитель на 10% от исходной толщины. А датчики установят, какое усилие для этого пришлось приложить. К примеру, этот образец выдержит нагрузку в 33 тонны на квадратный метр, тогда как по СТО достаточно 12 тонн. Данный результат говорит о прочности нашего материала, о том, что он не поломается во время эксплуатации, не поломается во время его укладки, что он спокойно выдержит вес строителей, вес строительной техники и тех материалов, которые крепятся поверх него. Еще одно важное испытание – определение коэффициента теплопроводности, чтобы будущий потребитель смог точнее рассчитать толщину утеплителя для своих нужд. Образцы из всех партий также помещаются в холодильник с температурой минус 40 градусов. Обратите внимание, сотрудник лаборатории несет плиту одной рукой. Материал очень легкий. Кубометр утеплителя будет весить всего 30 килограммов. И такой легкий материал не должен потерять за время испытания более 1% своего объема. И после этого мы можем понимать, как будет вести себя продукт летом, при нагреве, допустим, облицовки или поверхности кровли, соответственно, так и зимой при ее охлаждении. Наконец, утеплитель Logic Peer помещают в огневую камеру. Под воздействием пламени плита обугливается, незначительно вспучивается и дальше перестает реагировать на жар. Насквозь плита не прогорает. Температура воздействия огня при нашем испытании может достигать до 1000 градусов. И, соответственно, слой карбонизированный, он достаточно долго держит даже такую температуру. Теперь вернемся на завод Logic Roof и заглянем в цех с экспериментальной экструзионной установкой. Это полная копия производственной линии, только в уменьшенном виде. Она нужна для разработки новых материалов и тестирования рецептуры компании. Сейчас на линии идет производство образца под спецзаказ. В настоящий момент мы производим мембрану для индийского потребителя с повышенным количеством прочностных характеристик. Выпущенные на экспериментальной установке образцы также отправляются на исследования в лабораторию, как и те, что отрезали от бигролов. Вначале материал проходит входной контроль на определение сырья и толщину слоев. Сотрудники лаборатории изучают состав, происхождение и качество сырья, после чего мембрану передают на первое испытание. Это тест на прочность в разрывной машине. Но в отличие от утеплителя, материал будут не сжимать, а растягивать. Это достаточно серьезная нагрузка, которая обеспечивает не что иное, как эксплуатационную надежность этого материала. Так как материал у нас крепится механическим путем, то, соответственно, сами понимаете, что небольшое сечение самого крепежа должно не разрушать мембрану в процессе эксплуатации. Все мембраны лоджи кров имеют защиту от ультрафиолета. Ее обеспечивают специальные стабилизаторы, которые содержатся в верхнем слое покрытия. Это же решение гарантирует потребителям стабильность цвета на кровле. Но главное достоинство мембран Технониколь – стойкость к экстремальным температурам и к их перепаду. Образцы проходят тест на старение. Содержатся до 5000 часов под воздействием ультрафиолета при температуре в 70 градусов и периодически поливаются водой, что имитирует воздействие дождя. А в холодильной камере мембрану лоджи кров проверяют одновременно на жесткость и гибкость при температуре ниже минус 30 градусов. Полимер обеспечивает очень низкие температурные характеристики. Он остается гибким, пластичным. Он позволяет монтировать при более низких температурах до минус 20 градусов. Подведем итог проверок. Утеплитель Лоджик Пир не поддерживает горение. Его проверяют на прочность, тепло и морозоустойчивость. Полимерная мембрана Лоджик РУВ должна выдерживать нагрузки на разрыв и разъединение слоев. Сохранять свою гибкость на морозе и не состариваться на жаре. Мы заранее для себя закладываем более высокие требования к нашим материалам и решениям. Потому что мы понимаем, что требования будут все более жесткими, заказчик становится все более требовательным. И мы должны быть готовы к тому, чтобы наши решения выполняли именно ожидания наших клиентов. Собранные в систему мембраны Лоджик РУВ и утеплитель Лоджик Пир становятся барьером на пути непогоды и обеспечивают безопасность нахождения под кровлей Технониколь. Решения компании применяются даже в самых сложных случаях. К примеру, при строительстве аэропорта Курумач в Самаре, где крыша заходит на фасад. Торгового центра «Ривьера» в Москве. Велотрека в городе Омске. Стадионы открытия арена «Спартак» и сотен других объектов по всей России и за рубежом. В некотором роде компания Технониколь сегодня пионер на рынке. Мы приносим те материалы, которые можно, применяя сегодня, быть уверенным в том, что они будут современными долгие-долгие годы в будущем. И человек, принимая решения о применении наших материалов, может быть уверенным, что он использует самые современные решения и технологии будущего.